Здравствуйте, зрители. Здравствуй, Бенямин. Здравствуй, Эмин. Я думаю, я уже не буду тебя представлять, потому что ты частый гость в нашей программе Дагаяхши. Спасибо, что ты, во-первых, пришел на наше мероприятие, которое мы организовали в Берлине вместе с нашим партнером Candid Foundation. Это мероприятие, хочу рассказать нашим зрителям, было именно о конфликте между Арменией и Азербайджаном, о том, где находится сейчас мирный процесс, мирные переговоры. Но интересный момент, я думаю, этого мероприятия заключался в том, как относятся к этому конфликту или к этому мирному процессу наши соседи, региональные державы, Украина, Россия, Турция, Иран, Израиль. И я хочу спросить тебя, что ты думаешь об этом мероприятии и как было тебе интересно услышать наших других спикеров из других стран, и как ты видишь позиции вот этих разных стран. Я хотел бы сегодня с тобой об этом поговорить. Спасибо, спасибо за приглашение и, конечно, спасибо за мероприятие. Очень интересно. В основном во время таких мероприятий мы только говорим про позицию Армении и Азербайджана. Это тоже важно. И это важно, потому что все-таки наши две страны как-то медленны, но все-таки кажутся близко к подписанию документа. Но понятно, что Армения и Азербайджан находятся на Луне. Понятно, что есть и другие игроки. Их довольно-таки сильные и большие игроки. Так что на мероприятии было очень интересно. Интересно было вот слушать других экспертов, как все то, что здесь происходит, видится со стороны Ирана, со стороны России, со стороны Израиля. Так что действительно интересные мероприятия. И думаю, что такие мероприятия нужно продолжать. То есть не только говорить про Армению и Азербайджан, но и говорить про Армению и Азербайджан в большом контексте. Потому что все-таки сейчас мир идет в сторону, так скажем, переобразования. Есть разные оценки, что это переобразование означает. Это создание многополярного мира, создание опять двухполярного мира между США и Китаем или вообще создание какого-то хаоса. Конечно, пока еще очень трудно сказать, чем это все закончится. Но понятно, что есть переобразование в очень большом масштабе. И здесь Армения и Азербайджан не могут как бы оставаться в каком-то своем островке и сказать, окей, мы хотим этого, нет, мы не хотим этого. Нужно понять, что хотят и другие игроки. И, конечно, мы как аналитики, как эксперты все это отслеживаем. И, конечно, очень важно слушать и других экспертов. Так что это был интересный ивент, интересное мероприятие, интересные оценки, интересные разговоры. Так что, действительно, можно сказать поздравления. И рестарт и, конечно, спасибо Candid Foundation. И спасибо тебе как спикеру, потому что и ты, Али, мне кажется, очень интересно выступали. И другие спикеры были интересные. Но давай начнем вот разбирать позиции именно других. Потому что позиция Армении и Азербайджана плюс-минус. И ты, Али, вы много об этом говорили. Может тоже как бы внести, если хочешь, ясность в это. Потому что может что-то поменялось, куда-то это движется. Но мне интересно начать вот с позиции России. Как ты думаешь, мне иногда вот, я вот смотрю, наблюдаю, что мы вроде бы и очень близки к подписанию этого документа. Вот сегодня даже Али выразил какой-то скепсис, что, в принципе, все же не в интересах России и даже Ирана. То есть есть все-таки державы, которым не будет выгодно, если, скажем, Армения, Азербайджан, Турция вдруг перестанут иметь конфликт, начнут сотрудничество. То есть влияние, я думаю, Ирана и России уменьшится в этом случае. И они этого не хотят, ты не видишь. И иногда мне сложно сказать, то есть Россия на чьей стороне. То есть Россия поддерживает все-таки Армению или Азербайджан, или пытается, и попытается в последний момент, хотя сегодня разные мнения были, был Константин Эгерт, он российский журналист, но уже живет не в России. Но у него была такая мысль, что влияние России уменьшается, Россия не сможет нам ничего сделать. Но мне как-то не верится. Я думаю, что в последний момент одна из региональных держав, которой не выгоден этот мир, может и организовать все, что угодно. То есть и убийство политиков, какие-то террористические акты, какие-то силы поддержать, которые дестабилизируют ситуацию. Как ты видишь, вот, как эксперт именно сейчас, вот в этот очень важный момент, именно позицию России? Ну, ты задавал интересный вопрос на чей стороне России, на стороне Армении или на стороне Азербайджана. Думаю, Россия на стороне России, как и все другие крупные и малые державы. А что значит быть на стороне России? Что хочет Россия на Южном Кавкаде? Насколько я понимаю, Россия хочет оставаться на Южном Кавказе. То есть здесь не вопрос, Россия против мира между Арменией и Азербайджаном, Россия против нормализации Армении и турецких отношений. Россия против, чтобы в результате этого процесса здесь было меньше России. Так что, если процесс пойдет в ту сторону, что мир между Арменией и Азербайджаном и нормализация Армена и турецких отношений означает меньше российского влияния на Южном Кавказе, понятно, Россия будет этому против. А если мир между Арменией и Азербайджаном, это не означает меньше России, это означает больше России, или нормализация армяно-турецких отношений, это означает все-таки возможность для России открытия альтернативных торговых путей, чтобы достичь Турции, например, не через Грузию или не через западные страны, потому что через западные страны все это закрыто. Конечно, Грузия сейчас ведет политику баланса между западами и Россией, но все-таки это не территория под зону влияния России. Так что, а если армяно-турецкая нормализация, это у нас будет ситуация, когда для России это будет плюс, конечно, Россия за. Так что, я думаю, я не за вот этих схематических обсуждений, Россия против мира или Россия за мир. Россия за мир, если это за российские интересы, но опять, если армяно-азербайджанская нормализация, армяно-турецкая нормализация означает меньше России, понятно, Россия против, и я понимаю, почему Россия должна быть за. И вот проблема в том, думаю, в нынешнем моменте, что все-таки мы видим, как активно Европейский Союз и США участвуют в армяно-азербайджанских переговорных процессах. Есть брюссельский формат, который возобновился, 14 мая была встреча в Брюсселе, 1 июня вообще, пятисторонняя встреча, Алиев, Ачинян, Шармишель, Макрон, канцлер Германии, Шолдз. Потом, в скором неделе будет еще одна встреча министра иностранных дел в Вашингтоне, они там были еще в начале мая, там четырехдневный марафон переговоров. Насколько я понимаю, у России есть опасения, и это публичные заявления и господина Лаврова, и господина Патрушева, что вот Запад заинтересован в армяно-азербайджанских армяно-турецкой нормализации, потому что Запад хочет через эту нормализацию уменьшить роль России на Южном Кавкале, или даже выдавливать Россию из Южного Кавказа. Понятно, что если Россия так думает, что вот нынешний процесс или тот текст документа, который сейчас обсуждается, в конце концов, его результатом будет меньше влияния России на Южном Кавказе, понятно, Россия будет делать все, чтобы этого не допустить. То есть я сказал так, не то, что Россия против мира или нормализации, Россия против такой нормализации, в результате чего будет меньше влияния России, потому что все-таки Россия считает Южный Кавказ, как часть его зоны влияния, или как говорят русские или российские эксперты, это все-таки зона легитимных российских интересов. Так что думаю, что да, Россия заинтересована в мире, если это не будет означать меньшее присутствие России в регионе. Как украинская позиция, какова она, по-твоему, и как она влияет и может повлиять на вот этот процесс между Армения и Азербайджаном? Понятно, сейчас идет Российско-Украинская война, она в активной фазе, никто не знает, сколько еще эта трагедия будет продолжаться. Понятно, что сейчас все, что связано с Россией в Украине воспринимается, так скажем, жестко негативно, и это понятно, все-таки между двумя государствами идет война уже почти полтора года. И понятно, что с точки зрения Украины, любые проблемы России, это плюс для Украины. То есть, если на Южном Кавказе у России будут проблемы, если будет падение влияния России на Южном Кавказе, понятно, для Украины это хорошо. Но и в том числе мы все понимаем, что, ну так скажем, сейчас Украина не до Южного Кавказа. Он боится России, так что сказать, что у Украины есть реальные рычаги как-то повлиять на ситуацию на Южном Кавказе, повлиять на армяно-азербайджанский мирный процесс или на процесс нормализации армяно-турецких отношений нет. Но понятно, что Украина заинтересована во всем, которые будут создавать России больше проблем. И насколько я понимаю логика Украины, да, если будет меньше России на Южном Кавказе, это хорошо для Украины. То есть, если этот процесс, который идет между Арменией и Азербайджаном, между Арменией и Турцией, если в конце концов результатом этого процесса в том числе будет и уменьшение роли России на Южном Кавказе, то Украина будет только рад. Но сказать, что у него есть реальные рычаги влияния, чтобы что-то изменить здесь, я таких рычагов пока что не вижу. Что ты думаешь, вот я хочу, может даже вместе рассмотрим, Израиль и Иран. То есть, вот понятно, что если посмотреть со стороны, вроде Иран все-таки больше поддерживает Армению, Израиль поддерживает Азербайджан, ну как ты думаешь, вот это, есть там противостояние между, свое между Израилем и Ираном, как ты оцениваешь, вот и сегодня спикеры тоже об этом говорили, был спикер из СВП, это один из ведущих синтанков в Берлине, был исследователь, ну, иранского происхождения, Израилем, в том числе, он тоже мысли говорил, из Израиля был тоже аналитик и автор. Как ты вот оцениваешь, как это противостояние и как позиции Ирана и Израиля могут отразиться в ближайшее время на вот качестве и процесса, мирного процесса между Армению и Азербайджаном? Ну, сначала про политику Ирана. Да, до войны 2020 года Иран был за сохранением статус-кво. И мы можем сказать, что более-менее это была про армянская позиция, потому что статус-кво до войны, конечно, это устраивало Армению и абсолютно не устраивало Азербайджану. Но сказать, что, например, во время войны или после войны Иран так выступил жестко против Азербайджана, когда речь идет про Нагорный Карабах, давайте не забывать, что все-таки верховный лидер Ирана несколько дней до войны, думаю, это было 4 или 5 ноября 2020 года, верховный лидер Ирана даже поздравил Азербайджан за освобождение азербайджанских земель. Так что, да, Иран был за сохранение статус-кво, но после того, как во время войны Азербайджан вернул контроль почти 80% территории, над которыми он потерял контроль из-за войны 92-94 года, Иран все-таки Азербайджан поздравит. Так что сказать, что Иран жестко будет против Азербайджана во время войны, нет. Другой вопрос, что после войны Иран видит, как начали резко развиваться израиль-азербайджанские отношения, в том числе присутствие Израиля на тех территориях, которые подошли под контроль Азербайджана после войны, а мы говорим про территорию, которая граничит с Ираном. И Иран видит, что там есть активизация разных израильских технологических компаний, которые занимаются разными проектами, там умные села и так далее. Но мы же все понимаем, что технологии могут иметь двойное назначение. Так что если там есть присутствие высокотехнологических израильских компаний, а кто знает, они занимаются только сельским хозяйством или созданием умных сел, или они занимаются чем-то другим. Так что вот после войны Иран сказал, окей, да, хорошо, я понимаю, да, даже поздравляю Азербайджан, он почти вернул Карабах, но все-таки я не хочу, чтобы Азербайджан начал все больше и больше превратиться в какой-то плацдарм для Израиля, для антииранских действий. Это один момент. Второй момент, очень много идет разговоров про открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, в том числе коммуникаций, которые будут связывать Азербайджан с Нахадживаном и Турцией через Армению. До последнего времени Азербайджан говорил, что смотрите, поскольку на Лачинском коридоре нету азербайджанского контроля, на дорогах через Зангезур или через Сюник, которые будут связывать Азербайджан с Нахадживаном и Турцией, не должно быть армянского контроля. То есть, грубо говоря, азербайджанская позиция была такова, что де-факто начинский коридор этот экстерриториальный, он не находится под контролем Азербайджана, находится под контролем российских миротворцев. Это означает, что коммуникации, которые будут связывать азербайджанское находивание через Армению, тоже они должны быть хотя бы де-факто экстерриториальными, там не должно быть армянского контроля. Иран выступал резко против этого, потому что Иран думал, что из-за этого Иран может потерять границу или сухопутную связь с Арменией. Плюс есть и другой вопрос, что все-таки мы видим, что в последние годы вот эти все разговоры про пантюркизм, пантюрскистские идеи развиваются и развиваются. В ноябре 2021 года была создана организация Туркиз государств, и Иран тоже смотрит на это осторожно, потому что все-таки у Ирана есть опасения, что Израиль, Соединенные Штаты могут использовать вот этот пантюркистский фактор, там Турцию, Азербайджан. И давайте не забывать, что в Иране живут где-то 20-25 миллионов людей, которые разговаривают на азербайджанском языке. Иран, насколько я понимаю, у Ирана тоже есть озабочены, что это может быть использовано против Ирана, что США, Великобритания, Израиль могут как-то использовать этих людей, создавать какие-то сепаратические движения и так далее. Вот поэтому Иран жестко выступал против создания вот этого экстиритального калидора и жестко выступал против изменения границ Армении, в том числе на самом высшем уровне, на уровне верховного лидера. Но плюс, все-таки мы должны понимать, что все-таки жизненно важный интерес Ирана это не в Южном Кавказе, все-таки ареал жизненно важных интересов Ирана это Ближний Восток, это Ирак, это Сирия, это Ливан. И в первую очередь Иран должен делать все, чтобы сохранить там свое влияние. И плюс, все-таки возможности Ирана в Южном Кавказе ограничены, то есть даже если, предположим, будет новая война между Арменией и Азербайджаном, то есть мирный процесс не будет закончиться подписанием мирного договора, и предположим, начинается новая армяно-азербайджанская война. Даже тогда сказать, что вот Иран вступит в военные действия против Азербайджана, это я не уверен. Я могу сказать, что наоборот, я уверен в обратном, потому что все-таки это означает не только Ирано-азербайджанская война или Иран-азербайджанская стычка. Это будет означать Ирано-турецкая война, потому что у Азербайджана и Турции есть стратегический союз, июнь 2021 год. Теоретически это означает региональная война, в том числе с участием Израиля, который может использовать вот эту региональную войну, чтобы нанести удары Ирану. Так что, все-таки да, Иран не заинтересован в изменении границ, Иран заинтересован в сохранении территориальной целостности Армении, Иран абсолютно не заинтересован в никаких экстрадиритальных коридорах через Армению, но все-таки одно бить против, а другое начать войну, если все-таки будет новая Арменно-азербайджанская война. Вот у меня большие сомнения, что если новая Арменно-азербайджанская война будет, хотя я надеюсь, что этого не будет, но если война будет, у меня очень большие сомнения, что Иран военным путем будет оказывать давление на Азербайджану. Максимум, что Иран теоретически может сделать, это поставки оружия Армении после начала новой Арменно-азербайджанской войны. Спасибо, что ты объяснил свою оценку этой ситуации. Мне интересно, я не задам вопрос про Турцию, потому что, мне кажется, понятно, и Абдуган остался у власти, и политика Турции не меняется, ничего нового, наверное, и ты не сможешь сказать, продолжится эта политика. Я в конце хочу задать себе такой вопрос, мы все следили за заявлением Пашиняна, за этими попытками Соединенных Штатов, Европы оказать влияние, я не знаю, на то, чтобы все-таки Армения и Азербайджан подписали мирный договор на реакцию России. Как ты лично оцениваешь на сегодняшний момент все-таки вероятность подписания мирного договора? Скажем, ты думаешь, он все-таки будет подписан, или в последний момент кто-то нам помешает, что-то помешает подписанию этого договора? Смотри, вот правительство Пашиняна в последний год сделало очень, так скажем, важные, я бы даже сказал, рискованные для самих себя шаги, чтобы этот мирный договор стал реальностью. Но в первую очередь где-то весной 2022 года правительство начало говорить о возможном автономии Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. А я хочу напомнить, что до этого, начиная с 1988 года, еще когда был Советский Союз, позиция, так скажем, армянского народа или лидера в Армении, а потом позиция Республики Армении после 1991 года было очень четкое, что Нагорный Карабах минимум в рамках границ Нагорно-Карабахской автономной области не может быть в составе Азербайджана. Ну, пришел апрель 2022 год, и мы начали слышать разговоры, что все-таки, возможно, какая-то автономия, мы должны делать какие-то уступки по вопросу статуса. Потом, с лета 2022 года, мы не слышим от нашего руководства, я имею в виду армянского руководства, даже термин статус. Ни термин статус, ни право на самоопределение. И вот уже в самом конце, можно сказать, этого процесса, в 14 мая 2023 года, починен признан территориальные ценности Азербайджана в рамках 86 тысяч квадратных километров. А это очень важно, потому что, да, в октябре 2022 года в Праге тоже было подписано заявление, что Армения и Азербайджан признают территориальные ценности друг друга в рамках Алматинской декларации декабря 1991 года. А в этой декларации говорилось, что, да, административные границы бывших Советских Республик становятся международно признанными границами. Но, все-таки, мы не должны забывать, что Верховный Совет Армении в начале 1992 года утвердил или ратифицировал Алматинскую декларацию с оговорками про Нагорный Карабах, что это не имеет ничего общего с Нагорным Карабахом, потому что Нагорный Карабах объявил независимость 2 сентября 1991 года. Там было референдум о независимости 10 декабря 1991 года. Так что 21 декабря 1991 года, когда была подписана Алматинская декларация, Нагорный Карабах уже не был в составе Азербайджана. Так что то, что произошло в Праге в октябре 2022 года, да, Армения признает территориальную целостность Азербайджана в рамках Алматинской декларации, но это автоматически не означает, что Армения признает Нагорный Карабах как часть Азербайджана. Но вот уже в мае 2023 года, когда Пашинян говорит, что да, я признаю территориальную целостность Азербайджана в рамках 86 600 квадратных километров, это уже в рамках Нагорного Карабаха, и вот 22 мая у Пашинян была пресс-конференция, и там он четко сказал, что да, и Армения или мое правительство признает Нагорный Карабах как часть Азербайджана. То есть это, можно сказать, даже немыслимые шаги, очень, так скажем, рискованные шаги для политического будущего правительства. Вот где-то месяц назад у нас были новые социалистские опросы, которые были опубликованы, International Republican Institute, это американская очень известная организация. И по этим, если по этим вот социалистским опросам, 70% населения не одобряет политику Пашиняна по Нагорному Карабаху. То есть это новые политики, что да, Карабах может быть в составе Азербайджана, и что Карабах даже может быть в составе Азербайджана без какого-либо статуса. То, что сейчас говорит правительство Пашиняна, это только одно, что должно быть международное присутствие в Нагорном Карабахе, чтобы гарантировать права и безопасность армян Нагорного Карабаха, и что должно быть создано какой-то международный механизм для переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, чтобы обсуждать вот эти гарантии армян Нагорного Карабаха. То есть правительство действительно сделало, я могу сказать, даже невероятные шаги, чтобы приблизить нам к подписанию мирного договора. Но что мы имеем с азербайджанской стороны? Азербайджанская сторона и президент Алиев и другие должностные лица четко говорят, что нет, это для нас не по племлям, никакое международное присутствие в Нагорном Карабахе, никакой международный механизм для переговоров между Степанакертом и Баку, потому что это наше внутреннее дело. Да, я понимаю, что многие в Азербайджане думают, что все-таки Армения слаба и теоретически он может подписать мирный договор даже без гарантии этого международного присутствия и без создания международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку. И многие, наверное, и в Азербайджане, и вне Азербайджана думают, что если подчиненному удалось сохранить власть после поражения войны в Нагорном Карабахе, то теоретически он может подписать мирный договор, не только признавая Нагорный Карабах как часть Азербайджана, не только отказавшись от требований, чтобы хотя бы у Карабаха был автономный статус, но даже без международного присутствия и без этого международного механизма. И он может сохранить власть и после подписания этого договора. Конечно, я не хочу сейчас спекулировать по внутриполитическим темам Армении, но мы должны понять одно. Подписание мирного договора и долгосрочной стабильности мира это совсем разные вещи. Теоретически я не исключаю, что можно заставить правительство Армении подписать мирный договор с Азербайджаном без международного присутствия в Нагорном Карабахе и без создания международного механизма для переговоров между Степанакертом и Баку. Но даже если этот мирный договор будет подписан и даже если этот мирный договор будет ратифицирован в парламенте, а это будет очень сложный процесс, это может очень жестко дестабилизировать внешнеполитическую ситуацию в Армении. Но даже предположим, что удалось ратифицировать через парламент, Конституционный суд сказал, что этот договор состоится из Конституции Армении. Но что будет потом? Все-таки в Нагорном Карабахе живут 120 тысяч армян. Да, я знаю, что азербайджанцы говорят другие цифры, но даже сейчас важны не цифры. Но все-таки 120 тысяч армян, есть население, и это население говорит, что ребята, я не буду здесь в составе Азербайджана, я не готов просто взять азербайджанские паспорта. И это понятно. Ни в каких этнополитических конфликтов, которые длились минимум 35 лет, три войны, очень много массового нарушения гуманитарного права, антиармянская пропаганда. Вот сказать, что все это будет забито в одночасье, армяне получат азербайджанские паспорта и будут спокойно жить в Азербайджане, ну для меня это научная фантастика. Этого не будет. А что будет? Что абсолютное большинство армян просто покинет Нагорный Карабах, наверное, вместе с российскими миротворцами, у которых мандат заканчивается в набере 2025 года. А если в Нагорном Карабахе останется очень мало армян после 2025 года, это будет сигнал Армении, что все-таки в нынешнем мире сильнее забирает все. Это будет сигнал в том, что Армения должна использовать свою быстро развивающую экономику, чтобы создавать сильную армию и через некоторое время, не знаю, через 3, 5, 7, 10 лет начать новую войну. Ну и теперь Армения будет побеждать Азербайджан и теперь Армения возьмет все, как Азербайджан взял все после победы в войне 2020 года. То есть, что я хочу сказать. Если этот документ, назовем его мирным документом или документ о восстановлении отношений между Арменией и Азербайджаном, будет 100% отвечать всем интересам Азербайджана и не отвечать никаким интересам Армении, то есть ни одно требование или желание армянской стороны в этом документе не будет, даже если этот договор будет подписан, даже если правительство Фашинян удастся ратифицировать его в парламенте и получить одобрение Конституционного суда, это может быть фиксировать ситуацию в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это все-таки, я боюсь, путь к новой войне. И вот что я говорю и азербайджанским экспертам, у меня встречи в разных конференциях, что смотрите, ребята, Армения сделала огромные шаги назад, то есть уступки, давайте говорить откровенно. Но все-таки невозможно подписание договора, нет, подписание договора возможно, но невозможно долгосрочного мира, если уступки делает только одна сторона. Так что думаю, что все-таки, я понимаю, что можно ввести для Азербайджана, очень трудно согласиться на международное присутствие, очень трудно согласиться на создание международного механизма для переговоров между Степанакертом и Баком. А что, для правительства Фашинян было легко признавать Нагорный Карбах как часть Азербайджана. Это было очень-очень тяжелое решение. Так что думаю, что если Азербайджан и другие игроки, или хотя бы Азербайджан и те игроки, которые заинтересованы в долгосрочной стабильности в Южном Кавказе, они все-таки должны уговорить лидеров Азербайджана, что все-таки, да, Армения уже сделала очень болезненные уступки, армянское правительство. Но все-таки, чтобы был долгосрочный мир и долгосрочная стабильность, хоть кое-какие уступки должна сделать и азербайджанская страна. И заканчивая, да, я как эксперт понимаю, что Армения проиграла войну 2020 года. Если ты проиграешь войну, то договор после войны не может быть для тебя хорошим. Ты проиграл войну, понятно, что договор должен быть хорошим для той стороны, которая выиграла войну. Но все-таки это не означает, что договор должен 100% удовлетворять все, так скажем, желания победить всей стороны и 100% ущемлять желания той стороны, которая проиграла войну. Если будет так, то, боюсь, это будет, так скажем, просто мина замедленной действией. И когда-нибудь, не знаю, через 3 года, 5 лет, 10 лет, это мина взорвается, и у нас будет новая война, к сожалению. Вениамин, я хочу поблагодарить за то, что ты приехал на наше мероприятие, то, что ты пришел в нашу студию, то, что ты выражаешь, я думаю, мнение, по крайней мере, большинства, большой части, я думаю, и армянского населения, и армянских политических уголок. Мне кажется, что мы как организация, как Restart Initiative, я надеюсь, что, пользуясь тем, что мы можем организовать такие мероприятия и выступления, как азербайджанских экспертов, так и армянских, где транслируются это, так скажем, взаимные ожидания, взаимная такая оценка ситуации на разных этапах развития, я надеюсь, развитие нашего отношения в какую-то все-таки позитивную сторону, но я думаю, что это очень полезно, я думаю, что это заслуживает того, чтобы и армяне слушали азербайджанскую позицию, и азербайджанцы, и азербайджанские элиты слушали все-таки армянскую позицию, но что я могу сказать, наше дело малое, это создать площадку, чтобы эти мысли, эти нарративы транслировались, происходил обмен, я надеюсь, все-таки наши элиты, наши народы придут к какому-то общему знаменателю, и все-таки наши соседи нам не помешают, хотя бы не помешают, я не говорю, что там помогут, но могут хотя бы не помешать, и мы все-таки придем к миру. Спасибо тебе большое, и я думаю, что в будущем мы еще будем продолжать встречаться, продолжать делать наши мероприятия, и надеюсь, эти встречи, эта коммуникация все-таки поможет нашим двум народам и странам прийти к решению и долгосрочному решению этого конфликта. Спасибо.